Приветствую вас дорогие друзья на канале Михалыч Топи Геймс и сразу же крутой вопрос о ярмарке. Ребят, у вас откат идет как? 12 часов или 24? Понятно, что локация откатывается 24 часа. Если вот этот вот мужичок у вас на базе, у меня он в принципе есть. И что хотелось бы сказать об этом мужике? Сколько у вас часов он обновляется? 12? Каждых 12 часов можно закидывать ресурсы или все-таки каждых 24? Вот в чем вопрос. Также у нас ярмарка не такой уж и простой ивент и не такая простая локация, потому что зомби там каждый день изменяются или меняются. В принципе сейчас я это хотел проверить. Сразу хотел попросить вас поставить лайк, написать комментарий. Это очень мотивирует для снятия следующих видосов. И также напишите на каком уровне вы уже вот этой вот глобальной обновки. У меня вот этих мужиков честно два. Почему так? Не знаю. Потому что он у меня есть и на самой ярмарке и в принципе дома тоже присутствует. Мужичок мужичара, прикольненький пацаняра. Итак, залетаем в заброшенная ярмарка. Делаем ветера. И естественно продолжаем выживать. Тут у нас есть босс, который оказывается не просто себе босс, а он каждый раз в принципе меняется. Вот мужиком скоро откроемся. Нормально, нереально. У меня здесь уже шестой уровень. И мы начинаем. Что я хотел бы попробовать? Попробовать бы я хотел... У нас тут конечно я буду потом менять это все дело. Хотел бы попробовать сделать паровоз. Где здесь паровоз сделать? За каких локаций? Тут наверное все пробивается. Здрасте, извините. Привет, как дела? Петушара какой-то лохматый. Итак, пацаны, ребята. Хотел бы я вместе с вами побегать. Ну, как минимум гранату кинем себе под ноги. Вот этот вот мужик, который в принципе клоуном... Он должен выживать, в последнем остаться. Че, не видишь наш столик? Конечно, на голову надел какую-то банку и ходит бегает. Привет, мужики. Я к вам в гости. Фредди Крюгер, где ты здесь? Ты тоже? Пацаны, вообще ребята. Я так понимаю, что по-другому никак не получится. Даже если очень сильно долго мучиться. За сценой никаких тут вот так вот можно пробивают, да? Ну, ладно. Эй, пацаны, не разденьте, не обессудьте! О, попроще. Попроще выпустили. Ладно, гранаты я, конечно, всех взорвал, пацанов. Итак, что я хотел сказать о весельчаке Джонни. У него ХП-то каждый раз становится побольше. Вы тоже это заметили? Я прочитал об этом в комментариях. И мне сказали, ребята, что весельчак Джонни вчера был 400 ХП. Сегодня у него уже стало 600 ХП. С чем это связано? У вас так же или нет, ребят? Это очень важный вопрос. Весельчак Джонни у нас показывается... Оказывается здесь типа мини-босс. И, ну, в принципе, мини-босс. Это босс этой локации. Он там призывает всяких зомби и все такое. Но он в два раза... Ну, не в два раза, а процентов на 30 или на сколько там поднял себе ХП-шки. Прикольно. Тогда, если у нас ярмарка длится такое количество времени, значит, через время этот весельчак Джонни... До свидания. Этот весельчак Джонни будет еще сильнее, будет еще опаснее. Я, конечно, понимаю, что таких зомби даже никто и не заметил. Как говорила Рам, я даже и не заметил, поднялись ХП у него или нет. Потому что я пришел сюда, просто с Калашом всех зачистил. А те 200 ХП, на которые поднялись уровень его жизни, были даже не замечены под шквальным огнем Калаша. Прикольно, да? Но, с другой стороны, это прикольненько. То, что хоть что-то меняется, а не ты проходишь ежедневно с одними и теми же награнами и всем остальным. Так, продолжаем тему лайфхаков на ярмарке. Обязательно, ребята, обращайте внимание на то, что не нужно прямо сразу у нас вот это все делать. Что делать? Забирать награды, менять талоны. Оставьте купонов побольше на потом. Вот такие вот купончики из ярмарки. Не спешите менять сразу, выменивать сразу. И этот петушар, он просто далеко не отходит от этого стола. А он типа говорит, да нет, пацаны, вы там воюете. А я себе чуть-чуть прибухнул. Короче, дело к ночи. Чем больше вы увеличиваете, что там, редкость лута, тем более крутой лут вам выпадает. Это уже доказано. Поэтому, ребятушки, пожалуйста, обращайте на это внимание. И просто прокачайте до максимально высокого уровня. Сначала догоните свои награды, а только потом выменивайте, естественно, все вкусняхи. Это уже тоже доказано. Итак, три года ярмарка. Что у нас здесь? Давайте залутаем. И, в принципе, я-то буду сейчас менять, чтобы вы увидели, что там выпадает. Ну и, конечно же, оценили, заценили, насколько будет круче лут потом. И, конечно же, тоже об этом напишите. Мы это все сравним. И это будет, как минимум, интересненько. Так, вот здесь. Этот пацан тут, по-моему, и лежал. Забираем. Забираем все. Здравствуйте, здристи. Залетаем. Так, о чем я говорил? Сначала просто уровни, добывай уровни, а потом только меняй на награды. Так, вот эти паяльники практически в максимум. Вот это тоже практически в максимум. Все практически в максимум. Седьмой уровень у нас всего лишь награды. Мы забираем еще один талон. Я, конечно, его обменяю, но прикиньте, что каждый там какой-то уровень награда улучшается. Не вот это, что здесь, а награда вот в этого мужичка, у которого можем выменять на талончики интересные. Я давайте поменяю, посмотрю, что здесь будет. У меня выпало шестеренки. На секундочку. Нереально редкие штуки. Я бы, конечно, сказал фильтры после непроведенного последнего стрима. Но два мясницких ножа, я не думаю, что это самые крутые награды, которые могли бы быть. А вот здесь уже даже винчестер какой-то упал. Если честно, награды так себе. Я думаю, что дальше будут лучше. Посмотрим, как оно будет дальше и насколько эти награды будут лучше. Но, с другой стороны, по-моему, мы еще с Беком не сразились. Да, если честно, Бек, по-моему, там не совсем много чего дает. У меня огнемет и винчестер. Наверное, вы догадались. Винчестер это любимое оружие Дениса. Он просто обожает. Ну, с мачетой, с Беком драться прям я не думаю, что кто-то полезет. Поэтому гранаты. Да, настало ваше время. Гранат, конечно, тоже у меня. Там у меня сейчас вообще всего не так уж и много. Гранаты, гранаты. Что там? 320. Ого. Неплохо, неплохо. Он очень больно кусается. Могу сейчас гранаткой сам офигеть. Да, без огнестрела за ним очень тяжело. Бодается! Кусается собака. 70 хп, гранат нету. Ну что? Как говорится, нам без рыбы и рак рыба. Поэтому мы возьмем... Ах ты ж, собака, 82 хп сносит. Ну, даже с каким-то простецким глоком его можно слить на изи. Хорошечно. Слеваем. Да. Ну что? Вот такой свирепый бык. Тоже у нас пал смертью храбрых. Я думаю, что вы сами понимаете, к чему это идет. Мы, ребятушки, забираем. А, тут вот я забыл, что тут вообще ничего интересного. Вот такие новости, которые я узнал. Не знаю, как вам интересно было или неинтересно вот это все, как говорится, увидеть. Босс, который растет в хп каждый день. У нас эта ярмарка продлится целых, сколько там, через 17 часов. У нас уже все... Блин, если честно, мы можем увидеть только вот здесь. То есть, ярмарка у нас продлится до 13 числа и, в принципе, 5 дней, 12 часов. 5 дней по 200 хп. То есть, что? Вот этого босса через 5 дней мы будем убивать уже за 1000 или за 2000 хп? Прикольно. А дерется он сложнее? Ну, давайте на сегодня заметим. Поставим галочку над этим боссом. Представьте себе, что этот босс даже будет сильнее бить. Поэтому, всем, ребят, спасибо за просмотры. Не забывайте за лайки. Я пошел чистить это все дело провиантом. Ну, а мы увидимся в следующих видео, ребят.